Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал и выдачусь надякую каждому из вас за то, что вы снова со мной. За окном по-прежнему активно идет стройка, но я держусь, все прекрасно, для вас записываю новое видео. И конечно, как обычно, говорю, что его нужно смотреть от начала до конца. Не забывать комментировать, потому что всегда есть что сказать. И конечно подписываться, ставить лайки и рекомендовать своим знакомым. Всем желаю приятного просмотра, хорошего самочувствия, вбрываемся в новости, погнали! Пишут, что Николай Носков серьезно заболел, ему стало очень плохо. Он обратился к врачам, говорят, что результаты анализов пришли не очень хорошие, но подробностей никаких пока что нет. Я напомню, что в 2017 году у Николая Носкова случился инсульт и после этого он до сих пор еще полностью не остановился. Какие сейчас там у него проблемы, я не хочу ничего придумывать, я думаю, что со временем вся информация обязательно будет с... Темпераментная Дженнифер Лопес публично обматерила фанатку Бена Аффлека, которая к нему решила пристать. Значит, Джей Ло не из тех женщин, которые спокойно будут наблюдать, как к ее мужику заигрывает другая. Так вот на днях она и продемонстрировала свой характер. Значит, Харней Лопес с мужем Беном Аффлеком и детьми ужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. После ужина они себе спокойненько отправились к автомобилю, где Аффлек галантно открывал дверь, как обычно, все мы эти видео видели. Когда же он захлопнул дверь, мимо проезжала его поклонница, которая начала кричать «Бен, я тебя люблю». В этот момент, похоже, у Джей Ло упали шторы, и она выкрикнула смелой фанатке следующее «Отвали, сучка, лезь к моему мужику». Такая вот она, опасная Джей Ло, нельзя с ней связываться, охраняет своего мужика, так просто не будет игнорировать эти все приставания. Кстати, милые дамы, а у вас как такое? Мне почему-то кажется, что мужчинам это очень сильно льстит, когда вот так женщина прям «ух, не подходи, это мой мужик». Какие интересные новости снова про Аллу Пугачева. Значит, теперь пишут, что она планирует вернуться на сцену и даже планирует уже выступать в период новогодних праздников. Уже даже ищут ей музыкантов для выступления и обновляют райдер. Насчет гонорара такое пишут, что Алла Борисовна готова выступать за 500 тысяч долларов. В 2020 году гонорар ее составлял 350 тысяч, без учета стоимости дороги, проживания и прочих условий райдера. И многих это так почему-то возмутило, они так это преподнесли, как она смеет, что на себе позволяет. А чего удивляться? Алла Пугачева легенда, так что может и миллион брать, а не один. И вы знаете что? Мне вообще почему-то кажется, что... Нет, я даже почти уверен, что это очередной фейк и не более того. Выступать в праздничные дни Алла Пугачева, говорят, будет, может быть, даже не у себя на родине, а где-то на Кипре, еще где-то в Дубае. Но даже если она и надумает выйти выступить, и кто-то ее захочет позвать, не понимая удивлений и закатываний глаз. Алла Пугачева может себе позволять все, что захочет. Хочет? Пусть выступает. Если люди готовы платить, почему нет? Валя Карнавал отменила вечеринку в честь своего 22-летия. Как вы знаете, причиной стало плохое самочувствие ее мамы, которая, как я уже рассказывал вчера, принесла инсульт во время отдыха в Дубае. В общем, она сказала, что извините, простите, но мне сейчас не до праздников. Она написала там целый пост, я не буду его зачитывать, но это логично и понятно. Какие могут быть праздники, когда с твоим самым дорогим близким человеком произошла такая беда? Пожелаем ее маме, чтобы все было хорошо. Ким Кэтролл вышла в свет со своим бойфрендом. Кстати, он младше ее на 14 лет. У них был недавно редкий выход на мероприятие Harper's Bazaar Woman of the Year в Лондоне. Она позировала в платье Balmain. Ну и в общем, выглядят они очень даже хорошо. Если честно, я даже не вижу вот этой 14-летней разницы, что она его старше. Ну вот честно, выглядит она прекрасно. Она, кстати, не скрывает, что она там делает уколы красоты. Пластику, подтяжки, она в этом плане открытая. Но выглядят они как ровесники, на мой субъективный взгляд. Красивая, прекрасная пара. Пусть у них все будет хорошо. Светлана Журова состоит в санкционном списке Евросоюза еще с 2014 года. А активную политическую деятельность ведет с 2007 года. И она недавно, значит, давала интервью, в котором выдала интересную базу. Цитирую. «Сейчас уже большая часть депутатов находится под санкциями. Заграница закрыта на многие годы, например, как для меня. Думаю, окажись я сейчас в какой-то западной стране, тут же будет ордер на мой арест. Меня депортируют сразу и отправят в Украину. И посадят пожизненно». Вот так написала, точнее сказал Светлана Журова. И тут хочется спросить Светлана, что вы пьете? А вы можете вообще в принципе назвать хоть одного человека, который из санкционного списка был депортирован в Украину, еще его и посадили пожизненно? Вот так вот и делаются фейки и вбросы. Несет полную чушь с уверенным лицом, чтобы народ видел. Да никто ее арестовывать не станет, я вам больше скажу. Да их президента никто бы не стал арестовывать, если бы он туда поехал. Политика это вообще, конечно, грязь, лицемерие и ужасная такая театральная постановка для народа во всех странах мира. Там лицемерие просто зашкаливает. Меня просто всегда бомбит от этой политики. Я уже говорил, что для меня любой политик, без исключения, нехорошие люди, вообще мне кажется, они там все людское потеряли. Это страшные, циничные создания, которые вот просто несут ужасное все. Смерть, боль, страдания, только мрак. Ничего хорошего. Это мое мнение. Честное слово. Вы можете, конечно, со мной не соглашаться. Я вас не заставляю, но меня всегда удивляют люди, которые там душу рвут за какого-то президента, политика, еще кого-то. Мне хочется спросить, а вам больше делать нечего? А вы бы о себе не хотели подумать? Они о вас думать не будут. Они-то думают о том, как вас поиметь. Вот и все, собственно, что они хотят. Мое мнение, с которым вы можете не соглашаться. Очень неприятная тема, но, как вы видите, без этой чертовой политики сегодня тоже невозможно. Как мы уже знаем, Собчак брала второй раз за чем-то скучнейшее интервью, по моему мнению, у Моргенштерна, которое многие сейчас обсуждают. Ну как так, не особо. Хотя, как по мне, там нечего даже обговаривать. Так вот, совсем еще, кстати, забыл сказать, что там же еще будет и вторая часть. Ну хайпажоры, что еще тут говорить. Вот, например, Дмитрий Певцов сказал, что даже не стал смотреть интервью и назвал Моргенштерна маленьким недоумком. А больше всего Дмитрия Певцова возмущают слова Моргенштерна о том, что он готов вернуться на родину. Цитирую. Я не буду тратить свое время и мысли на маленьких недоумков, которые без мата не умеют разговаривать. Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени. Если он нарушил закон, он должен отвечать. А все, что он говорит, а также его интервью, никакого доверия у меня не вызывают. Ну я думаю, Дмитрий Певцов тоже со своей политической деятельностью и бредом, который он несет последние годы, тоже ни у кого не вызывает доверия. Хотя, может быть, у кого-то и вызывает. Не знаю. Недавнее ледовое шоу Татьяны Навки, в котором участвовал Петр Чернышов, стало особенным. Почему? Потому что на нем присутствовала его дочь. Дело в том, что они оберегают девочку от внимания публики, поэтому каждое ее появление вызывает, конечно, много внимания. Дочери Чернышова и Заворотнюк весной исполнилось 5 лет. Мила однажды уже, кстати, приходила на выступление папы в 2019 году. Татьяна Навка тогда устроила для него сюрприз, пригласила ее на лед. Ну так сейчас, собственно, выглядит девочка. Ну а Анастасии Заворотнюк хочется пожелать, конечно, терпения, сил, здоровья, так же, как и ее семье. Потому что вы сами знаете всю эту ситуацию. Откровение Бритни Спирс о том, что она в 19 лет сделала аборт от Джастина Тимберлейка, взорвали общественность очень хорошо. Ее фанаты, конечно, по-прежнему атакуют соцсети ее бывшего. И кажется, что на его стороне не осталось ни одного человека. Но внезапно, вдруг, на его защиту вышел и высказался продюсер Тимба Ленд. Но сделано это, конечно, так, что, по-моему, еще хуже стало. Значит, в своих мемуарах женщина во мне Бритни рассказывала, как сильно любила Джастина. Она даже прощала ему измену, лишь бы только он был рядом. Отношения могли бы продлиться и дальше, если бы Спирс не забеременела. Но мы уже с вами знаем, что Тимберлейк убедил Бритни, что им рано становиться родителями, ведь их карьера сейчас на пике. Дальше был аборт в домашних условиях, ну и расставание. А также все эти годы никто, в принципе, не знал эту историю до выхода мемуара. Практически все поддержали Бритни. А вот Тимба Ленд посовместительствует друг Джастина Тимберлейка. Это, кстати, разные люди, просто фамилии очень у них похожи. Так вот, он его решил поддержать. Тимба Ленд прокомментировал мемуары Бритни Спирс и сказал, что она сошла с ума. Когда он увидел многочисленные статьи о Частине, он боролся с желанием связаться с ним, чтобы, так сказать, поддержать. И вот что он говорит, я хотел позвонить и сказать. Джей Ти, почему ты не сделал этого раньше? Тебе нужно было надеть намордник на нее. Знаешь что? Мы живем в век социальных сетей, и все хотят, чтобы они стали вирусными. Я понимаю, потому что именно так ты зарабатываешь деньги, становясь вирусным. Ну и, в общем, после того, как он сказал, что Джастин Тимберлейк должен был на нее надеть намордник, после такого громкого заявления фанаты Бритни Спирс понеслись разносить уже его. Ну и он, конечно, долго не заставил себя ждать. Вышел, извинился. Все как обычно это происходит. Сначала сказал, потом, говорит, погорячился. Простите, извините. Ну это, конечно, чересчур было сказано. В смысле, намордник надеть. Ну то есть, понимаете, да? Отношение к Бритни какое было. Это кошмар, конечно. А ведущий Тимур Мирошниченко получил награду Папа года 2023. Торжественная церемония вручения всеукраинской премии прошла в Киеве 5 ноября. Победители выбирали в 8 номинациях. В этом году Тимур получил специальную премию Папа года выбор редакции. Организаторы рассказали, что наградили Тимура, потому что он своим примером показывает и вдохновляет многих родителей на усыновление детей. Ну и, в общем, конечно, ему это все, это ему приятно. Сам Тимур Мирошниченко не смог присутствовать на этой церемонии. Поэтому награду вручили его жене. Ими она уже, собственно, ему и передала. Поздравляем Тимура с этой наградой. А Дмитрий Гордон решил высмеять Филиппа Киркорова. Значит, дело было так. Дмитрий Гордон увидел видео с концерта Киркорова. И Филипп Киркоров, наша мать-кукушка Азабедросовна, там скакала в красном блестящем костюме. И Гордон его решил протроллить. Цитирую. Путинист Киркоров в женском платье выполняет невообразимые движения с микрофоном. Деградация на лицо и на лице. А я вам знаете, что скажу? Вот Киркоров, он же на самом деле не поддерживает войну в Украине. И в принципе он против. И свою власть он тоже не поддерживает. Но у него нет яиц, как у Максима Галкина. И страх остаться без денег по итогу привел к тому, что ему пришлось подыгрывать власти. Деньги важнее, хотя я вот уверен, если бы Киркоров, вот только представьте, поступил бы так же, как Галкин, Чулпан, Хаматова и многие другие, огромнейшее количество людей посмотрели на него другими глазами. Даже, мне кажется, зауважали бы его, вот честное слово. Даже я восхитился бы его поступком. Да и денег он бы смог себе в принципе зарабатывать очень много. Но маемо шумаемо, поэтому ничего уже не изменить. Алена Алена рассказала о проблемах со здоровьем. Она откровенно призналась, что у нее ухудшилось, к сожалению, состояние здоровья на данный момент. Причиной стали стрессы, перенесенные операции, лишний вес. Алена Алена уже успела сдать анализы, которые подтвердили, что с ее здоровьем не все так гладко. Цитирую. По поводу моих предыдущих анализов. Я сдавала многое. Мне пришли результаты, и они не очень классные. У меня сильно развилась резинстентность от такого стрессового образа жизни. А еще у меня сильно начал расти холестерин. У меня еще такого не было. И немножко поднялась мочевая кислота. Это мои стандартные проблемы, проблемы человека в теле. Прежде всего, с этим борются обычным правильным питанием, диетой. Во-вторых, я вмешиваюсь медикаментозно. Еще я иду создавать анализы на густоту крови. Почему? Потому что после операции по-женски, которая у меня была в феврале почти год назад, я уже 9 месяцев пью женские гормоны. К тому же сильные. Они влияют на густоту крови, и когда долго их пьешь, надо предотвращать образование тромбов. Поэтому я иду сдавать кровь на густоту. Вот такие вот откровения от Алены Алены. Мы ей только пожелаем, конечно же, чтобы все было хорошо. Да все будет хорошо. Это, конечно, неприятно. Все то, что происходит. Это говорит о том, что все мы живые. Все под богом ходим. И не знаем, что и как может произойти с каждым. В общем, Алена Алена, выздоравливай. Возвращайся к своим поклонникам. Все будет хорошо. Рэпер Сте сделал серьезное заявление. Он признался, что уже 10 месяцев не пьет. Говорит, что отказался от алкоголя. Совсем и даже в компаниях сохраняет трезвость. Не хочет больше пить. И мне кажется, это абсолютно нормальный поступок. Я всегда говорю, что выпивать, ну и пусть ради бога. Как говорится, почему бы и нет. Но вот чтобы прям регулярно это делать, да. Там, знаете, как по молодости, в юности. Но это лучше вот в тот период и делать. У всего есть свой возраст. Все-таки, когда уже там переходишь за определенный барьер возрастной, нужно себя беречь. Нужно уже как-то думать. А стоит ли лишний раз в себя вливать вот эту всю отраву и так далее. А кто бы, что бы мне не говорил, как это все полезно, как это все прекрасно. Не знаю. Это все отрава. Вот и все, ребят. Все это яд. Поэтому не надо пить. Я затрезвый образ жизни. Особенно тем людям нельзя пить, которые не в адеквате, не контролируют себя. Таких на самом-то деле очень много. А внук Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, которого, как вы знаете, в прошлом году задержали во время бегства из Украины на лодке, решил поговорить о войне. Значит, на данный момент он находится за границей, само собой, понятно, где строит карьеру под псевдонимом С.Ш.М.Н. Я не знаю, как это все прочитать. Там одни согласны. Ладно, неважно. Недавно у него даже вышел свой альбом. И вот по случаю с выхода своей пластинки, Анатолий Евдокименко дал интервью журнал «Металл». И вот в диалоге с журналистами Анатолий вспомнил о войне, правда так поверхностно. Значит, он уверен, что общество переживает радикальные трансформации. По его мнению, они вызваны продолжительной войной, а также пандемией. И вот его прямая цитата. Недавняя пандемия и продолжающаяся война имеют огромное влияние на человечество. Поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решение через единство. Я тоже считаю, что когда ты уехал из Украины и тебе ничего не угрожает, то в принципе можно, конечно, философствовать очень много и хорошо. Ладно, при всем уважении к Сафиро Тару я не буду ничего личного говорить. Комментируйте вы. Брэд Питт впервые официально подтвердил свой роман с фитнес-тренером НС Де Рамон, который, я напомню, кстати, еще и младшего на 30 лет. Они, значит, посетили недавно ежегодный гала-концерт в Лос-Анджелесе, куда прибыли как пара. И вот источник, приближенный к ним, рассказал, что они вели себя как влюбленная пара, мило общались с другими гостями. В общем, все было очень красиво, прекрасно, мармеладно-шоколадно. Цитата. Они выглядели очень влюбленной парой, смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, они хорошо проводили время. Кстати, о романе Брэда Питта и НС Де Рамон начали сплетничать еще в прошлом году. Их неоднократно заставали вместе. Ну и в общем. Свой день рождения, кстати, Питт провел в компании НС Де Рамон, ну и Новый год тоже вместе. И поговаривали, что он даже познакомил своих детей с ней. Но официально они пока еще не торопятся подтверждать свои отношения, хотя кому это нужно? Самое главное, что? То, что они вместе, что им хорошо. И пусть у них так все и будет. А все остальное это уже не важно. Актер Майкл Джей Фокс заявил, что готов уйти из жизни. Если кто-то не знает, он 32 года борется с болезнью Паркинсон. Диагнозы ему поставили еще в 91 году, когда Майклу было всего 29. С тех пор состояние его ухудшалось, что, конечно, заставляло его принимать таблетки, которые помогают ему хоть как-то ясно говорить и бороться с параличем лицевых мышц. И вот что он говорит. Однажды у меня кончится бензин. Однажды я просто скажу. Я сегодня никуда не пойду. Если это произойдет, я позволю себе это. Мне 62. Конечно, если бы я завтра ушел из жизни, это было бы преждевременно. Но это не было бы чем-то неслыханным. Так что нет. Я этого не боюсь. И да, в такие моменты я даже не знаю, что говорить. Тут хочется только выразить слова поддержки. И все-таки, несмотря на то, что 32 года он героически борется с этим серьезным недугом, это все равно прекрасный пример и мотивация для многих людей, которые также сейчас в такой же где-то примерно ситуации, положении, что все в этой жизни возможно. Ребята, никогда не сдавайтесь. А журнал People каждый год берет на себя ответственность за назначение самого сексуального мужчины в мире. Так вот, в этом году им стал 57-летний актер из сериала «Анатомия страсти» Патрик Демпси. В комментариях там, конечно, пишут, что очень хорош, но уже как-то староват, не столько популярен, как для подобного титула. Ну и в общем так далее и тому подобное. В прошлом году самым сексуальным мужчиной у People был Крис Эванс, а позапрошлым Пол Рад. Ну вот в этом году Патрик Демпси. Но многие вроде как говорят «Да, красивый мужик, но старый». Куда? В смысле? А что, если 57 лет, то уже не может быть самым красивым? Что вы начинаете? С кукаейджизма. Это при нынешних-то толерантных вот этих всех историй. Такое себе, знаете, лицемерие, двойные стандарты. Почему в 57 или в 60 не может мужчина быть самым сексуальным? Абсолютно может. Как и женщина, так и мужчина. Многим возраст к лицу на самом-то деле, я вам хочу сказать. Кристина Арбакайте выступила с первым заявлением после долгого молчания. Как вы знаете, еще весной она уехала из России. Она также отказалась от съемок в «Голубых огоньках» и не вернется обратно даже ради жирных гонораров на новогодние корпоративы. Крайне говоря, так об этом пишут. Ну как она уехала? Она уехала по факту на вторую свою родину, в Америку. Она уже давным-давно там живет. Это ни для кого не новость. Поэтому я не понимаю, почему все преподносится так, что она покинула Россию и уехала в Америку. Она в этой Америке уже, наверное, лет 15 живет. Последних, поэтому странно. Ну ладно, если вдруг для кого-то была новость, рассказывай. Так вот, недавно Кристина Арбакайте выступила с очередным заявлением. Точнее, с первым за долгое время о том, что неизвестные люди пытаются втянуть ее в скандал. Значит, кто-то собирается устроить гнусную провокацию и выставить Арбакайте в самом негативном свете. Она попросила всех знакомых и друзей быть очень внимательными. И вот ее цитата. Дорогие друзья, от моего имени с пародированным голосом звонят моим знакомым и провоцируют их на разговор. Пожалуйста, будьте внимательны, лучше перезвоните мне. Что думаете, чьих рук это дело? Вот кто это все решил устроить для Арбакайте? Это такая себе месть Пугачевой через Кристину Арбакайте? Это же все-таки ее дочь. Она молчит, ничего не говорит. И, естественно, Пугачева всех раздражает, как кость в горле. Но мне кажется, это не случайно, однозначно. Это какая-то заказа. А YouTube тем временем тестирует две новые функции с поддержкой искусственного интеллекта. Первое. Обобщение комментариев по главным темам. Авторы смогут использовать инструмент для поиска новых идей на основе обсуждений. Считают, по крайней мере, в YouTube. Ну а второе. Чат-бот, который сможет отвечать на вопросы пользователя по информации в видео и рекомендовать похожий контент. Хотя, а что раньше, разве так и не было? Мне кажется, когда ты определенный контент ищешь, он тебе потом все примерно в том же направлении выдает. Не знаю, что там изменилось. В общем, этот искусственный интеллект меня все-таки беспокоит. Соколиный глаз, он же Джереми Рейнер. Решил рассказать, через что ему пришлось пройти, чтобы снова встать на ноги после несчастного случая со снегоуборочной машиной. Помните, я вам рассказывал, что в рождественские праздники он вышел почистить снег. И все это закончилось тем, что он до сих пор еще не может полностью восстановиться. Но, слава богу, уже хорошие новости. Цитирую. Я перепробовал каждый вид терапии с 14 января. Ежедневно бесчисленные часы физиотерапии, инъекции пептидов, капельницы, стволовые клетки, эксозомы, инфракрасный свет, гиперборическая камера, погружение в ледяную воду. Список. Список можно продолжать и продолжать. Вот так он написал. Ну и результат за 10 месяцев впечатляющий. Вот это вот, что называется, сила духа. Вот посмотрите, он был прикован к постели, и там были ужасные прогнозы, потому что там переломы были страшнейшие. И врачи просто думали, он никогда не сможет ходить самостоятельно, инвалидная коляска. Но посмотрите, он без палки ходит, без костылей. Вот что значит, вот действительно, сила духа, хорошая мотивация, пример для всех, что ничего нет невозможного для человека. Нужно никогда не сдаваться. Это очень-очень важно. Помните об этом. Я очень за него. Ой, тут инстасвалка вышла на связь опять, в очередной раз. Она же там уже на короткой ноге с Екатериной Мизулиной, лучшие подружки стали. Теперь поет без фонограммы, потому что есть определенное слово. Она тут решила продемонстрировать свой вокал. Ну что я вам хочу сказать, зачем я это слышал? Я ровно 5 секунд послушал и думаю, господи, боже мой. Так я тоже могу петь. Я тоже могу идти в певцы, а почему бы и нет? Так как поет инстасвалка, так я еще лучше могу. У меня кровь из ушей до сих пор не останавливается. Кошмар. Зачем она поет? Кто ей да разрешил это делать? И не доплыти беда моих берегов. С экрана ты увидишь все по моим глазам. А Холидей Бой, который в последнее время стал одним из самых ярких таких хедлайнеров СМИ, то его повестку вручают, потом он на концерте падает. Все это, конечно, по поводу повестки, мы знаем, кто это делает. Товарищ Мизулина. Она, так сказать, убирает всех конкурентов, чтобы на фоне шамана никого больше не было. Так вот, Холидей Бой, его позвали служить диверсионно-штурмовую бригаду. Он уже покинул больницу, куда его, собственно, привезли после того, как он в обморок упал. Ему официально предложили стать бойцом отдельной диверсионно-штурмовой бригады ветеран. Комиссар бригады заявил, что это поможет сделать из Холидей Бой настоящего патриота своей родины. Ну и, в общем, ждут его там с распростертыми объятиями. А почему только его? У меня такой вопрос. А почему не шамана так-то? Почему не шамана? А, он же патриот. Ну да. А Холидей Бой сказал, что в Украине родился. Точно-точно. Что же я совсем забыл-то? Ну не знаю, не знаю, чем эта вся история закончится. Ну мне кажется, что его не заберут. Но возможно, возможно, он просто покинет страну. Ну посмотрим. Ваша версия. А модный дом Диор разорвал сотрудничество с Беллой Хадид за то, что она поддержала Палестину. Вместо нее в новом кампании Диор Бьюти появится израильская модель Май Тагер. Хадид была послом Диор с 2016 года. Бренд пока не делал официальных заявлений. Информация носит неподтвержденный характер. Однако в соцсетях и в интернете уже призывают бойкотировать от меня Диор. Я не знаю, насколько это правда. Действительно ли так или нет. Пока что это все на уровне слуха. Даже если вдруг, давайте представим абстрактно, что действительно так это поступили. Считаете ли вы, что нужно отменять компанию Диор? Конечно, никто ее не отменит. Кто бы там что не хотел, не хотел. Этого не произойдет. Диор это большой бренд. Не все в этом мире можно отменять. Вот и все. Это их право. Потому что, понимаете, если у Беллы Хадид, Джиджи Хадид своя позиция, у дома Диор своя позиция. Вот и все. А у Меган Фокс, оказывается, случился выкидыш на третьем месяце беременности. Об этом она рассказала в своем сборнике стихов Pretty Boys are Poisonous. И вот что она пишет. Но пришла пора прощаться. Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня. Я бы заплатила любую цену. Скажите, какой выкуп за ее душу? Вот такой вот грустной историей поделилась Меган Фокс. Оказывается, знаете, мы вот смотрим на них и думаем иногда, то кринжуют, то хайпуют, то у них все прекрасно. А за этими всеми масками, маскарадами, макияжами, фильтрами скрываются тоже живые люди, у которых происходят драмы, о которых далеко не каждый готов рассказывать. Иногда вот бывает, что-то проскальзывает. Но это тяжело, конечно, я представляю, насколько. Ну, точнее, я не могу настолько это представить. Я только могу предполагать, насколько это ужасно, когда вот три месяца, ребенок в тебе, и потом ты его теряешь. Никому этого не пожелать. А в Польше отменили уже концерт украинской группы Poshlai Moli после таких, так называемых, шуточных, оскорбительных высказываний солиста Кирилла Бледнова о польском языке. Как вы знаете, в понедельник фронтмен Poshlai Moli записал сториз, который заявил, что его бесит польский язык. Тогда он сказал, цитирую, я не понимаю, зачем говорить на этом уе-анском языке, когда есть русский язык. Ну и полякам он предложил выучить русский и вступить в Российскую империю. Затем он снова вышел в сториз, заявил, что ему казалось, что было очевидно, что это просто шутка, рофл, как он говорит, и пародия на имперского русского. В конце он извинился за свой юмор, так называемый, назвал его остреньким. Теперь же вот появилась информация, что все концерты группы Poshlai Moli в Польше отменили. Они были запланированы в городах Гдянск, Краков, Варшава, Познань и Вроцлав. Вот что значит, дошутился. Я тоже не понимаю этой шутки. Я считаю, что в данный период, учитывая то, что сейчас происходит, и ты, будучи украинцем, приезжаешь в Польшу, такой несешь шутку, ну хорошо. Я таких шуток не понимаю. Когда мне тоже начали кидать какие-то видео, недавно мои знакомые, на тему шутки Палестина-Израиль, я говорю, а вы правда считаете, что это смешно? То есть вы серьезно? Ну это же смешно. Я говорю, ну идите нахер. Я так ему сказал со своими смешно. Мне это не смешно. Когда я понимаю, что происходит в мире, нет, не знаю, как можно над таким смеяться. Но это я. Кому-то ок. Ради бога. Анатолий Белый сказал, что он все-таки пытается сейчас активно учить ивриты, английский. Он прекрасно осознает и понимает, что он не сможет его выучить на таком прям доскональном уровне, чтобы быть на уровне Голливуда. Но, по крайней мере, он все равно не теряет надежды все-таки пробиться в Голливуд, играть так же и на иврите у себя на родине, в Израиле уже, да. И, в общем, все у него будет прекрасно. Не вешает он нос, несмотря на то, что СМИ уже давным-давно в России на нем поставили крест. Но Анатолий Белый держится, учится, и это говорит о том, что действительно талантливый человек. Потому что, знаете, начинать все заново, с нуля, учить языки, когда тебе уже не даваться далеко, это, поверьте, не каждый сможет. Ну и последняя новость на сегодня. Я бы даже сказал, не новость, а такая история. Может быть, когда-то кому-то она и поможет. Жуткая, неприятная, ну, реальная. Тиктокер есть один, в общем, у него 250 тысяч подписчиков. Значит, его позвал на свидание какой-то мужчина. Потом он сказал, что он, оказывается, ненавидит таких, как он. В чем было дело? Значит, парню этому тиктокеру, у которого 250 тысяч подписчиков в тиктоке, написал неизвестный мужик. Предложил провести время вместе. Он даже вызвал ему такси за свой счет. В итоге парень оказался в деревне и поехал к нему. Выйдя из машины, он увидел двухэтажные какие-то дома и так далее. И двухметрового мужчину. Мужчина тут же проводил Андрея на второй этаж. Уже там он сказал ему, что ненавидит таких, как он. Также он отобрал у него айфон и потребовал сказать на видео, что отдает его в качестве возвращения долга, какого-то еще что-то. Затем он хотел его обрить на лысо, избить, облить зеленкой. И что еще он там хотел сделать, я не знаю. Потом он передумал. Вызвал ему все-таки такси, пожал руку и пожелал исправиться. Теперь его ищут полицейские. Но история, конечно, жуткая. Непонятно, чем это еще все могло закончиться. И вот у меня только вопрос один. Да, а чем думают молодые парни и девушки, которые вот так вот едут в непонятную какую-то деревню. Да даже не в деревню, даже в соседний район. Ночью к непонятным мужикам. Вы что, с ума посходили все? Вы что? Боже, столько историй уже было. И казалось бы, ну это же как дважды два. Это так легко и просто. И все равно люди начинают вот... Это что, как авантюризм какой-то, да? Приключений не хватает в жизни? Ребята, никогда так не делайте. Встречайтесь всегда с людьми где-то в людном месте. Даже если вечером, но в людном месте. Не нужно никуда ехать. Непонятно, чем это может закончиться. Мы же не знаем. То ли вас, особенно когда ты публичный человек и тебя видят. Даже я не знаю, насколько публичен этот человек Андрей. Да, его зовут этого тиктокера, не важно. Но тем не менее, тем не менее. Вот, кстати, это еще история о том, что смотрят, понимаете? Вот молодые парни, девушки, они же любят себя демонстрировать. Очень любят, им хочется внимания. И они даже не подозревают, кто в этот момент может за ними наблюдать. Мы знаем с вами, сколько сумасшедших, сколько историй уже было. И сколько их еще будет. Увы, но они будут. И вот здесь вот я прям, знаете, думаю, господи, боже мой. Зачем? Все хотят, чтобы я себя показывал. Я же не знаю, кто тут на моем канале сидит, с какими желаниями. Что со мной сделать, да? Прибить меня где-нибудь или еще что-то. Судя по некоторым комментариям, некоторые этого мне уже давно желают. Ну ладно, я о себе говорю. У меня там мозги, слава богу, на месте. Кому я нужен, да, как говорится? Взрослый дядь. Но молодые девушки и парни, это же просто трэш. Вот вам и тикток. Поэтому я не знаю, если бы у меня были дети, я бы, наверное, все делал для того, чтобы их не было там никогда. Вот не хочу. Ну или, по крайней мере, не знаю, там без фотографий. Потому что сегодня с этим искусственным интеллектом, понимаете, любой может взять фото из инстаграма, тиктока. Налепить туда голос. Потом непонятно, как это все будет. Как они этим будут пользоваться. Это все не к добру, вот честное слово. Я не то чтобы накручиваю, утрирую, но по факту так и есть. Это все к этому идет. То есть могут просто взять ваше фото, вот мое там, да, мой голос генерировать через соцсети. И потом творить такое, я не знаю, там, ну все что угодно могут придумать. Если человек разбирается в этом, он может просто сделать любое видео с моим изображением, с моим голосом. Я непонятно, что там буду чудить. Потом докажи, что это не я. Кто в это поверит? Вот вам пример. Скарлетт Йоханссон судится с компанией, которая просто без ее спроса взяли ее голос, ее внешность и сгенерировали. Якобы она там что-то делала. А это не она была. А кто будет проверять? Никто. Вот она, обратная сторона известности. Вот вам, пожалуйста. Вот к чему приводят все эти соцсети, искусственные интеллекты, ни к чему хорошему. Все, заканчиваю свою тарахтелку. Я это и к тому, что разговаривайте со своими детьми, объясняйте им это все, внукам, детям, что внимание, внимание, но все это может непонятно чем закончиться, потому что мы никогда не знаем, кто за нами смотрит. На этом основные новости на сегодня закончились. Сейчас будет рубрика добра, а потом немного поболтаем. Как обычно, перед тем, как перейдем к прекрасному, я еще раз хочу сказать, величезно дякую каждому из вас за то, что вы здесь со мной, за то, что ставите лайк, подписывайтесь, комментируйте в подубайку. Не забывайте в подубайке ставить дякую, дякую. Ну а теперь врываемся в рубрику добра. А начну я сегодня снова с прекрасной истории. Ну они у нас всегда прекрасные. Вот посмотрите на этих два милейших создания. Ну я думаю, вы понимаете, кто здесь. Вот такие вот две милейшие выдрачки. Сейчас находятся под присмотром. Их спасли. Скорые готовят отправлять в дикую природу. Я не знаю, правда, как они там будут жить, потому что, судя по всему, им очень даже нравится с людьми. Замечательно, прекрасно. Накормят, обогреют, погладят. Тепло, уютно, прекрасно. Но самое главное, что с ними все в порядке. А людям, как всегда, говорим спасибо. А сейчас ваши мимиметры просто начнут трескаться, потому что у нас тут появление на свет вот этих малышей, маленьких сурикатов. Они, кстати, впервые в жизни вышли из своего укрытия показаться, как они выглядят. Вы только посмотрите, какие они милые. Просто красота. Рождение, это всегда прекрасно. Слушайте, недавно было красивое северное сияние. И представляете, так попало, что северное оленье на фоне полярного вот этого северного сияния фотографу удалось это все запечатлеть. Я, когда увидел эти фотографии, я просто обалдел. Ты смотришь, думаешь, боже, это, наверное, сгенерировали соцсети. Нет, это настоящие фотографии от живого фотографа. Это восторг. Это нереально круто. Это красиво, обалденно просто. Не мог с вами не поделиться. Еще одна хорошая история о спасении вот этой миленькой, красивой совы. Это для меня тоже очень уникальные такие, знаете, интересные, загадочные существа эти птички. Филины, совы разные, да. Я обожаю на них смотреть. Они такие смешные и интересные и загадочные одновременно. Вот так вот она сейчас уже практически на поправку идет. Греется на солнышке. Посмотрите, как она смотрит. Боже. Скоро отправятся в дикую природу. Спасибо людям. За то, что снова показывают, насколько они прекрасны. А это история про пони. Не просто пони, она терапевт. Она приходит в свое время к тяжелобольным людям. И взрослым, и детям. Для того, чтобы помогать им справляться с недугом. Чтобы как-то улучшать их самочувствие. И вы не поверите, у пони это прекрасно получается. Она обожает свою работу. Просто обожает. Это невероятно. И приносит такую пользу. А когда-то она тоже была спасена. И вот сейчас она просто несет добро. Вот видите, ее спасли. Теперь она помогает многим людям и детям. За что мы ее, конечно, благодарим. И спасибо людям за то, что научили. Ну и последняя история из рубрики Добра на сегодня. Про овечку, которая более двух лет прожила одна в пещере. Она наконец-то была спасена. Ее даже прозвали самой одинокой овцой. Впервые ее заметили плавающие на каяках люди. В 2021 году никто не знает, как там она оказалась в принципе. Она стояла на скалистом берегу. А доступ там просто был настолько затруднен, невозможен. Да и тогда никто особо не придал значения одинокой овце. Она продолжала жить и пастись на небольшом клочке земли до осени этого года. Местные жители все чаще начали обсуждать заросшую с шерстью овечку. И пятеро смельчаков решили выручать ее. И им это удалось. Им, конечно, пришлось спускаться по очень крутому склону примерно 250 метров. Затем поднимать овечку наверх. К счастью, у них все получилось. Ее подстригли и поселили на ферме неподалеку. Она уже успела подружиться со своими сородичами. Вот такая вот прекрасная история. Как всегда, люди невероятные. На этом рубрика добра заканчивается. Но видео продолжается, поэтому никто никуда не разбегается. За окном такое, конечно, не очень хорошее. Вчера вообще весь день лил дождь. Такой уж кошмар. Мне еще надо было бегать. Ноги промокли. Ладно. Сейчас вот эта погода не очень. Но стройка не заканчивается. Понимаете? Стройка с утра до вечера прям по расписанию не прекращается. Боже мой. Как они там вообще работают в такую погоду? Ну ладно. Напрягается она меня, конечно. Но что делать? Я сегодня, понимаете, с утра ца прям вскочил. Побежал на рынок. Сбегал уже. Все закупил. Все, что хотел. Ну как все, что хотел. Я вообще хочу клубники и малины. Но понимаю, что уже это давным-давно не сезон. Поэтому сейчас другие фрукты. Я не особо могу мандарину съесть или хурму. Но я не могу. Прям, знаете, вот малину могу есть каждый день. Там клубнику, голуби. Голубика есть, но цены, да, на нее, конечно, космические. Ну ладно. В общем, бегал на рынок. Всего затарился. Прискакал домой, заварил чай, сел записывать видео. Сижу и думаю, что я вам буду рассказывать в болталке. У меня еще ничего не произошло. Еще утро на дворе. У меня ничего не случилось. И даже не знаю, что вам рассказать. А, так я сегодня решил, думаю, о, вспомню-ка в домовой чат. Давно меня там не было. Я реально туда очень давно не заходил. Я его в архив отправил, чтобы оно мне не мелькало перед глазами. Потому что я понял, что это какая-то пустая трата времени. Там об одном и том же, да ни о чем. По факту, знаете, переливает из пустого порожня, никто никаких проблем не решает. И я, значит, захожу в домовой чат, смотрю, а там, боже мой, столько тысяч сообщений. Но я, естественно, не буду это все листать. Я просто сразу перелистнул на самый низ. Думаю, что там происходит? Смотрю, опять какая-то дискуссия. Потом я в итоге нахожу начало диалога, оказывается, во дворе нашего ЖК. Там небольшой дворик, получается. Там, где, ну, собственно, жильцы могут посидеть на лавочке, дети там выйдут, поиграют. Какая-то девушка очень интересная решила взять какое-то помещение в этом доме в аренду и сделать там детский сад. И казалось бы, ну, ладно, окей, если как бы там по законодательству, по нормам все соответствует, ради бога, хотя я не понимаю, как это в помещении. Ну, ладно, хорошо. Хотя у нас есть детский сад. У нас есть специальный вот прям, там строили прям детский сад, вот территории ЖК. А это прям во дворе, получается, вот, я не знаю, там то ли магазин был, то ли кафе какой-то было. Теперь детский сад. Ну, и, в общем, она написала в чате, говорит, так и так, уважаемые жильцы этого квартала, хочу спросить у вас, были бы вы не против. Я вот здесь планирую открывать детский сад, беру в аренду помещения. И хочу вот этот двор жилой, да, где для жильцов использовать как площадку для выгула, ну, чтобы там дети гуляли. Вы поняли, да? Да, ну, естественно, люди, мягко говоря, обалдели, мол, так, мадам, какие, это вообще-то двор для жильцов. Он даже закрыт специально, то есть, чтобы туда посторонние не заходили. Какой детский сад, какая площадка для детей, это что-то непонятное. Тем более на территории уже есть детский сад, ну, в общем, там началась дискуссия, понеслась, практически все написали против, и причем они писали не то, что против, они вообще писали, ты вообще ку-ку, у тебя с головой в порядке, ты что вообще такое, типа, пишешь? Я ни в коем случае не против детей, ради бога, у меня детский сад прямо в моем доме, ну, вот, при моем доме. То есть, я вам не раз уже рассказывал, что когда там летом, тепло, они там устраивают какие-то дни рождения, колонки включают, праздники, вечеринки, прям с утра поздравляют, кого-то будет меня, меня это вообще ни разу не тревожит, я просто понимаю детский сад и все, ну, как бы, тут понятно, тут все планировалось, строилось, а здесь, как бы, ну, извините, это двор, это же двор для жильцов, там он небольшой, там с собачками гуляют и все, ну, какие дети, ну, как бы, что, милая, добрая женщина, негде больше открывать? Ну, как бы, мне кажется, что по правилам вообще там должно быть специальное помещение, специально построено, то есть, там должны соблюдены быть все правила безопасности, ну, понятное дело, санитарных норм и так далее, то есть, это же дети, ну, как бы, что это вообще такое? Как ей вообще такое в голову взбрело? Ну, и, короче, потом начали вознять, что это за мадам, оказывается, она вот так вот берет по городу и за городом в области, вот, в таких ЖК новых, там какую-то часть помещения и вот пытается все время на территории, вот, получается, этого жильцов устраивать площадку для детей. Ну, и, в общем, почитали, там отзывы покидали, говорят, что там ужасный детский сад, отвратный, короче, все плохо, все печально. Я так немножко почитал отзывы. Еще раз говорю, я не против детей, но мне кажется, сама, в принципе, идея, это неадекватно, ну, в смысле. Давайте тогда я у себя на этаже устрою боулинг, поставлю кегли и шары и буду просто использовать вот этот коридор просторный в качестве дорожек для боулинга, почему нет? Ну, типа, какая разница, соседи, вам же жалко, что ли? Ну, серьезно, ну, иногда меня люди удивляют. Вроде бизнес-вумен, и как она вообще умудрилась этот бизнес построить, я, если честно, не знаю. Ну, короче, вот такая вот сейчас там происходит история. Все, конечно, практически против. А ну, знаете, когда начинается какая-то тема, люди иногда настолько эмоционально это все воспринимают, что забывают вообще, что они люди, и их куда-то начинают нести. И там уже прям начали ругаться друг с другом, потому что кто-то там, типа, шовымает и против. Господи, да. Нет, я считаю, что все должно быть уместно. Ну, это, знаете, вот если это жилой дом, то, как бы, в этом доме не может быть того, того и того, да? Ну, давайте еще мы, я не знаю, там, завод откроем на первых двух этажах по производству чего-нибудь. Ну, это же жилой дом, ну, серьезно. Ну, для этого должны быть отдельные помещения. Короче, ужас. Да. Ну, а самое главное, теперь еще и антирекламу сделали. Что у нее в детских садах все очень-очень печально. Я, кстати, знаете, позавчера, по-моему, я бегал тоже по делам. Я, получается, иду, это не у меня, а тоже там какой-то ЖК частный, ой, господи, частный, закрытый ЖК. И там вот такой небольшой закуточек, тоже детский сад. Смотрю, там детей одевают, ну, на прогулку выводить. Я, получается, шел туда, они как раз только выходили гулять. Я минут через 10 шел обратно, они уже говорят, все, старшая группа, заходим вовнутрь. Я такой в смысле. Вы 10 минут назад только вышли, куда вы уже заходите? Хотя на улице было солнце, как бы, и погода прекрасна. Думаю, отличный частный детский сад, дети не успели выйти, уже заходим обратно. Ну, ладно, может, я что-то не так понял, окей, но мне так странно это показалось, короче, да. Ладно, вот такие вот новости, особо сейчас рассказать нечего. Еще раз хочу вам всем сказать спасибо за ваши теплые слова, за вашу поддержку. Я вас обожаю, уважаю, люблю и благодарю. Всех, у кого сегодня день народжения, именины, я витаю с вашим днем. Хай, все будет доброе. Здоровья, счастья, мир, любовь. И всех нехай будет як наикраще. До завтра, пока-пока.